Вот такой у нас вход в парк, что на коляске можно свернуть шею, на велосипеде, а на инвалидной я вообще молчу, я думаю вряд ли тут кто-то проедет. Лестница разрушена, ее пытались ремонтировать, так, для вида помазали. По этой лестнице нереально спуститься на детской коляске или на инвалидной коляске сюда в парк. Настало время, когда вот это давно нужно было как-то реконструировать, если мы думаем о людях. Какой наклон, смотри какой вообще, какой градус. Итак, мы находимся в парке льнокомбината, вернее это уже можно назвать не парк, а заброшенное такое вот, просто состояние ужасное, просто как лес или кусты. Значит, этот парк создавался попутно со строительством льнокомбината. Директором был Семенов. Здесь приходили люди семьями, сажали деревья, смены приходили. В свободное время приходили люди, старались создать красивый парк и создали его. И здесь были качели для детей, колесо обозрения, танцплощадка. Даже была железная дорога, по которой ездили вагончики, где катались родители с маленькими детками. Время шло, оборудование стояло. Это Кокорека, новый директорного комбината бывший, вернее. Закупил новое все. Но его почему-то разворовали, практически ничего не установили. А потом, в 2000-х годах, вообще исполком решил, что здесь нецелесообразно содержать этот парк. Он себя не окупает. Но это расценили они в финансовом плане. А то, что это для людей отдых, что минута здесь привести просто в тишине, это ведь не измеряется в деньгах. Рядом с парком находится дом ветеранов. Чтобы спуститься в парк, начинаем с лейшницы. Значит, она в ужасном состоянии. Спецавтобаза как будто пыталась ее ремонтировать. Но это так. Для приличия помазали слегка чем-то типа цемента. Нет ни пандуса. Здесь вот как здесь спуститься с детской коляской или на инвалидной коляске. Это центральная аллея. Когда мы пришли в июне сюда, здесь была крапива. Вместо цветов. Крапива выше меня ростом получается. Как и весь парк был заросший. После того, как мы собрали свыше 800 подписей, обратились с полком, скосили траву. И почему-то вот буквально в сентябре, в начале октября, вскопали эту клумбу. Возможно, на будущее. Значит, эти скамейки неудобные. Люди жалуются на то, что должны быть спинки. Приходят люди в возрасте, и они хотят, чтобы хотя бы несколько скамеек были со спинками. Не просто так, педа. В самом деле разогнуть спину, получается. Уже если делать, так делать нормальные. Ведь, знаете, сейчас вот на улицах города, например, на Возанлен, ставят скамейки, в самом деле, очень красивые. Они там резные, со спинками, а здесь какие-то ямы, ямы на яме, получается. Вот так все на спине-то, полночь. Снимай, яйца, надежка. Снимай, яйца. Я, конечно, не хочу ничего говорить, но тут, что они собирают это собрание, это все бесполезно. Никто ничего по-любому не сделает. Почему так считаете? Ну, потому что сколько раз они собирали. Если бы хотела наше что-то, государство там наше, они бы сделали давно уже. И те же самые дорожки, и то освещение. Никто ничего не делает. Вот потому что он молчит все-таки, получается. Ну, вот собирали, тут были собрания, и толку. Ну, собрали, получается, начали что делать, понимаете? А дальше решили, что мы успокоились, получается. Ну, я не знаю, что и как. Тут гуляют и гуляют уже на чем есть. Может, думают, что кто-то что-то сделает, а там я не знаю. Ну, все надежны, кто-то будет что-то делать. Кто-то будет писать, кто-то и забираться. Ну, не соберутся же сами, люди не начнут это делать. Правильно, так надо как-то вместе собираться, требуется все. Требуется. Спилили, а вот то не убирают. Когда мы пришли в июне месяце, здесь находились работники и освода, значит, трава была здесь, опять-таки, вокруг Никошина. К Днепру спуститься было нереально. Когда мы стали говорить, так, а что вы здесь делаете, если к Днепру нельзя спуститься? Кого вы здесь собираетесь спасать? Они говорят, что с той стороны, вот там есть парк, там приходят иногда отдыхать, купаются, если что, мы будем спасать. И вот прошло июль, август, сентябрь. Сезон окончили. А Днепру вот здесь вот, по-настоящему спуститься все равно невозможно, по-хорошему. Все у нас временное, все для отвода глаз. Самое смешное, что если здесь находятся работники, то я буду спасать плавающих, а плавающим нет условий. Абсурд, правда? Абсурд, правда? Абсурд! 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 Да, что характерно, все фонари стоят без ламп, все пустые. С 86 года и больше ничего не делается абсолютно. Я удивляюсь, как тренеры приводят сюда детей, занимаются. А куда водить? Дети бегут, бьют коленки, тренер не видит, трейднет. А почему молчат? Они говорят, что это пустое место. Ведь надо собирать, написать, надо идти добиваться. Почему в городе такой парк? Там все платное, там дорогое. Они говорят, что туда ездить. Чтобы поехать туда, нужно за билеты заплатить. Там, понятно, качели и прочее. Они там вообще не нужны. Просто так облагородить растения, чтобы нормально росли. Тумбы. Президент сказал, издал указки со шестой о том, что он же просит 10 часа. Сказано? Наверное. Финансирование поступает? Да, поступает. Я не вижу. Вот там, на мосту, цветы видали? Я смотрю, где в центре там, возле каких-то лежало. В центре нет. Можно, получается, когда идет финансирование на весь город, что-то такое в центре. Вот эти вот, поставили камни сейчас вот собирают. Я не понимаю. Я шизею. Что-то. Но тут черной черноты и так хватает. Вот они еще добавят черноты сюда. Какая красница такого цвета сломанная? Штанга, если есть такой же. Да. Да. Лучше ее убрать бы. Просто убрать эту штангу, получается. Вот. Вот. Ну вот, допустим, те штучки, видите, стоят. Железные. Да. Черные, зеленые. Да. Изначально вообще они были деревянные. Потом их, не знаю, как-то изъяли, убрали, сделали железные. В итоге, как бы, осталось только две. Кто их снял, неизвестно. Здесь столько подписей. Знаете, они были удивлены, получается, что столько людей. А потом, как выяснилось что-то, они все подписали, что тысячи людей желают здесь отдыхать и чтобы парк возродился, получается. Поэтому они, значит, стали что-то думать, что будем дальше сделать. А дальше у нас народ, допустим, и нет. Вот раньше был туалет, а потом стоял. Построен такой-то нормально. Раньше были тренажеры эти вот деревянные, изначально, брусья. Так, они сгоняли. Потом сделали железные. Естественно, железные долговечные. Но в итоге два, почему-то исчезло, не знаю куда. А раньше была железная дорога. Катались маленькие детки с родителями вагончиков. Что от нее осталось, вы сами видите. Раньше получается. Ну, она постепенно подбивается, подбивается. Люди приходят. Идите на еду. Идите на еду. Мы еще в июле месяце навестились, а вот здесь были разбитые стекла. И до сих пор они не убраны. Разве работники спецалтобазы не видят, что там добра, что-то опасно. Здесь ходят дети. И большие и маленькие. И если спецалтобаза считает, что они не столько обслуживают парк, то в чем заключается их обслуживание? Если их нет денег на то, чтобы асфальтировать дорожки, то вот это их непосредственно работа. Я так считаю. Почему? Потому что здесь негде сходить, разобраться, да? Нет туалета. По-настоящему объясняли. Там какое-то поставили, но я не знаю. Так это после наших требований. Понимаете? Они доказывали, что здесь нет условий. Мы сказали, что надо что-то делать, а не поставили. Но опять-таки спецалтобаза не занимается уборкой. Он сейчас убирает. Он заполнен уже до максимума. Так, туалет надо убирать. Если поставили, надо убирать.